всем привет это каштанов добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет реакция на пацанские истории первая серия этот сериал я буду смотреть первый раз о нем очень много писали в комментариях прямо просили неоднократно чтобы я посмотрел и именно этот сериал ну вот я так понимаю наконец-таки да настало это время давайте не будем долго разговаривать и приступим к просмотру прежде чем приступим не забывайте по традиции да уже подписываться на канал ставить лайки по окончании реакции пишите комментарии все что вы думаете ну и конечно же не забывайте про колокольчик уведомления чтобы бы и не пропускать новые ролики на моем канале все погнали смотреть уже прикольно gta игра моего юношества на дворе 2005 год доллар 130 тенге самая модная музыка гитадокс и никто еще не знает что такое youtube а это мой район здесь живу я и мои кенты наш район делится на щеглов старшиков и пацанов форма одежды на районе adidas 3 полосы раньше все ходили как инкубаторы просто на стиле мат льется рекой корень одного матерного слова заменяет половину словаря далее все мы знаем это слово до вас не на гитаре лапают про долю воровскую также на нашем районе легко можно нажить себе проблем на ровном месте я провел на этом районе всю свою жизнь кстати забыл представиться меня зовут тима а это мои кенты рус и кайр но о них я вам расскажу чуть позже частенько на район заказывали фараона фараоны если быть точнее мы называли их менты а если быть еще более точным что мусора в те моменты напрягались все представители района от хомячков до матерых волков и почти у всех были полные карманы в полива и не было папы который мог отмазать от срока нелюбовь к ментам нам прививали с самого раннего детства наш район не самое приветливое место в городе и вряд ли вы его когда-нибудь увидите на открытке на нашем районе было много достопримечательностей но самой главной достопримечательностью был магазин зубы назван он был в честь хозяйки магазина а я так понял сын арсен он прилежно учился ходил в музыкалку ну в общем ботан за прилавком обычно сама хозяйка но бывали дни когда за прилавок она ставила своего сына самому дух весь район затаив дыхание ждал заветного дня и когда же этот день наставал по району пролетал хапан дальше полмагаза вынесу да по всем пацаны слетались желтый падла за греном порбанк пиво земля круглая азия квадрат по любому пересечать пацаны начинали грузить арсена на бухло сушняк и другие ништяки но самым эффективным предлогом было загнать грех на зону арсен смутно понимал что такое грех но слово зона действило на него сильно магическое слово арсен на безвозмездной основе кормил весь район на протяжении года но аппетиты у пацанов росли и увеличивали схищение тогда старшики на районе устроили сходняк и вывели мораль если серьезно грузану тасс она вы матушка обо всем узнает и лавочка прикроется а сын прокормит район еще по чуть-чуть но долго так что кто его тронет классно все поняли но пацаны ни хрена не поняли и приняли за старое за ебал салам алейкум арсене чё там как он салам пацаны давай открывай гости пришли они ребят могут магазин уже закрыт куда трагедию ломаешь а мозги не видова открывать быстро накатим и свалим они ребят честно это ты за ебал бля чё ты был в углу на у тебя сколько лет знаю пусти накатим и все да не ребят честно если мама приедет мне и вам тогда пацаны пустили в дело секретное оружие арсений арсений по понятиям поступаешь бы опа опа ты знаешь такую городская тема все дела же это да 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 а ты у нас парень симпатичный понял да да жалко конечно арсена арсен нес на себе тяжкий крест лоха но без таких людей как арсен в нашем мире не проживешь русы кайр сильно пожалеют об этом но пока они этого еще не знают это стало началом конца красавчик блядный чудо еще по беспределу там нашу пить и даже не договорил подожди ты даже не красавчик красавелла в натуре ты блин муж и ну-ка-ну-ка что за поческа такая модняво стильная жести как этот брэд питт натуре пресс пресс ну-ка 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 лак сделать хорош качаешься честно а ребят можно аккуратней просто если мама узнает мозги небе сказали что бы быстро накатим и свалим давай готов поляну я удивляюсь как до сих пор этот магазин вообще на плаву подержали распивать горячительные напитки и так как им нужен был третий момент из шекера да 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 это он ну и конечно же не обошлось без заветного слова всего лишь одно слово заставил выпить арсена за район за старший полк за зону организм у арсена оказался слабеньким и после трех стопорей в хлам накидался а после 4 стопы пацаны чинно и благородно опустошили полки магазина изрядно напились их потянуло на пах бля здесь тёлки как будто нарисованы и жизнь суть к натуре щебу тёлку жизнь тогда хотела тебя поинтересоваться те же с тёлками все ништяк же допустим и чё ты хуй девушку здесь хорош совет лишь я знаю тёлка и тёлка хотя почему начинается она и не заканчиваешь да я реально порношу жизнь она такая красивая такие глаза, брат, ты, а голос ангельский такая хорошая такая миленькая вот такие дела братан не ну чё я же могу у тебя жизнь как родному моему как когда она близко свет забей на нее братан тебе нужно знаешь каждый твари по паре как говорится тебе подруга я обычно мордобой должна сейчас как по закону жанра да что ты говоришь я подхожу типа короче ты короче типа тут одна из них не короче понятно чувство выдавать разбанку и дядя рус тебе покажет как это делать ну чё мне говорите брату лучше не говори давай я начну там каир да если честно такой вообще милый человек молодой кто-нибудь зайдет да я из пацанов скорее всего ты тоже ничего такой во во красава вот только чупа оригинальный да вот у тебя такой красивый кадык каир блядь какой нахуй кадык блядь ты чё не жнешь братан блядь это бесполезно родное ну близвянки блядь это бесполезно как бы и вот эти вот пока ты вот это чулки ваще на похоронение на новосибирск отправить по пользу жизнь забудь брата бери ты нахуй и жду тебя нахуй твоих челок поем и дозу и подчету обижаешься и нахуй бля и к деку и заебал домой пошел и дарин жмир заебал че ты обжеси брат давай накатим извянки в селье лады мой на пацаны выпили еще по одной и еще и еще и тут начался обычный казахский беспредел не на отыгрывают просто аутентично просто вообще как будто это они не играет а живут просто а 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 так и приода слушаешь нужно сейчас жестко будет молва пойдет парни гомосики а прикольные кадры мне такие отравить необычный ракурс пацанский опыт доказывает что последствия жесткого буду на спасает банка холодного и свежего пива но также хорошо в чувство приводит неожиданный приход жил дыз а пай я увидев последствия варфоломейской ночи хозяйка устроила кипиш вызвала ментов написала заявление наруса и кайра завели уголовное дело дело дошло до суда судья набрав кислороду пихнул дремотную бюрократическую плевод я перемотаю пленку туда выживайте снизу респект бутырочка прям схема прокурорную признаете что магазин и нанесли ущерб магазину на общую сумму полмиллиона себе какие полля мы вы чё охренели что ли я и мой товарищ кайр мирно спокойно 12 часов просто пришли в магазин там взять кефир подлить да это арсен сам набухался гнал там в магазине мурагузу страшно русы кайр долго накидывали сутки они белые пушистые и ни в какую не признавали свои вене риск принесите вещественные доказательства с русой кайра мгновенно слетели довольные лиц пацаны стали оттуплять что жестко стреляли а вещественным доказательством оказалось видеокассета на которой была запись с камер наблюдения установлен варе а магазин я клянусь и я пить брошу в люди ну главное же признать ошибку да вот это дело пацаны посидят жареном мы признаем да мы это сделаем пацаны признали свою вину и попросили наказать их по всей строгости закона и добавить пару лет сверху только чтобы выключили запись никогда еще так не смеялся суд района во время вынесения приговора никто и не заметил как под общий хохот трус и кайр получили по два года условно выйдя из здания суда пацаны мгновенно стали звездами на районе слухи об их нездравых отношениях быстро разлетелись а ведь были ровный по видишь и кайры пацаны с района вслед напевали песню наташи королевой первый поцелуй пацанам дали новые погоняла рус стал элтоном а кайр джону какое-то время русский кайр перестали вместе появляться а магазин желт из после этого случая закрыли весь райончик да тоже такой присел на жопу чтобы не натворили эти два типа они все равно останутся моими друзьями как нормально нормально а пацаны на районе поугарали похабарили и забыли жизнь на районе потекла своим ключом начался новый день что он мог бы нам дать драки танцы алкоголь челки постановы мы не знали я не пойму это крыша дома это какого-то начало еще одной пацанской и снова да это крыша рубероид ребята хочу сказать всем спасибо кто писал мне в комментариях чтобы я посмотрел этот сериал он не зашел с первой серии прямо жду с нетерпением когда буду записывать реакцию на вторую серию хотел бы отметить такой немного да даже немного да а много необычный подход именно к съемкам к монтажу к съемкам необычно прям цепляет и не знаю кому как не лично этот формат прям вообще заходит какие-то вот эти вот проезды камер какие-то вот эти вот интересные ракурсы и прям и это уже не первый сериал из казахстана но в принципе я только их и смотрю да сейчас формате реакции и везде вот есть такие моменты необычные которые прям цепляют помимо интересного сюжета здесь еще и виду извините и именно вот эти вот моменты еще режиссерские операторские какие-то находки лайфхаки ну конечно же это не новшество такую я видел и до этих сериалов где-то там как бы до условно говорю но здесь прям это такой вот такая жесткая консистенция вот этого всего о чем я выше упомянул очень круто все давайте всем пока подписывайтесь на канал пишите в комментариях все что вы думаете по мою ряд по моей реакции по этому сериалу увидимся в комментариях все пока